МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От идеи до ее реализации в молодежном центре прошел акселератор социальных проектов Нижегородской области. Гвоздь программы саровчане могут выбрать артиста на день города. Экстрим объединяет. В Сарове прошел 44-й чемпионат по технике водного туризма. Далее расскажем обо всем подробно. Воплотить свои идеи проще, чем кажется. Главное – не бояться заявить о себе, грамотно преподнести свою задумку и заручиться поддержкой. Акселератор проектов Нижегородской области – площадка, на которой эксперты Росмолодежи, молодежного центра «Высота» и Саровского технопарка «Кванториум» поделились с саровчанами опытом и знаниями. В протяжении двух месяцев мы ездим по различным муниципалитетам и рассказываем молодежи о социальном проектировании, о том, каким образом можно превратить свои идеи в гранты, превратить свои идеи в проекты, чтобы иметь возможность реализовывать мероприятия, развивать в том числе и молодежную политику в своих муниципальных округах. В городе Саров есть и федеральный эксперт-наставник Елена Севцова, которая активно пропагандирует всю эту историю, есть и региональные наставники, и амбассадоры, которые помогают нам в том числе здесь реализовывать наши проекты, наши мероприятия, и надеемся, что в том числе сейчас мы сможем как можно больше молодежи заинтересовать, хотя победители на Саровской земле уже действительно есть, присутствуют и реализовывают свои проекты. Федеральные эксперты Росмолодежи в формате лекции рассказали опытным лидерам о том, как правильно писать проекты, как не допускать частые ошибки, как грамотно распоряжаться финансированием. Для начинающих активистов, школьников и студентов организовали интерактивные станции. Наша задача с ребятами, с которыми я сегодня пришел на помощь, помочь детям более подробно, более ясно, более, так скажем, на практике понять, что такое гранты, что нужно для проектирования, какие средства нужно вкладывать в ту или иную ситуацию, как нужно правильно планировать ту же самую смету. Веревочный курс, как в обычном лагере, это взаимодействие детей, подростков, для их больше команды образования и работ в команде. На последней станции участники могли составить свою карту желаний, планов и целей на ближайшее будущее. Все желающие попробовали себя в программировании. Меня заинтересовал робот, которому можно писать ходы, потому что, во-первых, у меня был такой же в детстве, но там не было таких же функций, которые есть здесь. И, во-вторых, мне очень нравится писать ходы, и я хочу, наверное, попробовать себя в будущем в этой сфере. В финале мероприятия прошел хакатон, на котором участники проработали свои проекты с учетом полученных знаний и навыков. В прошлом году на Саровской научно-исторической конференции писатель, краевед и культуролог из Тамбова Марина Климкова представила свою книгу «Саровская пустынь. Два века истории культуры». Саровская пустынь раньше входила в состав Тамбовской губернии, и своими корнями история монастыря тесно переплетается с историей Тамбова. Марина Климкова изучила историю Саровской пустыни комплексно, используя документы из Саранского и Тамбовского архивов, дореволюционные открытки с видами Сарова, Дивеева, Понятаевки, Тамбова. Многие документы и изображения были опубликованы впервые. В духовно-научном центре монастыря саровчане снова встретились с автором книги. Сначала первый раз вы приехали и подарили городскому музею как раз набор открыток дореволюционных с видами Саровской пустыни. Второй раз мы приехали, подарили книгу, в которой удалось издать какие-то неизданные материалы. И сегодня мы опять приехали не с пустыми руками, и мы передаем музею Саровской пустыни копии фотографий, документов, которые я использовала в своей книге «Саровская пустынь. Два века истории культуры». Саров посетили и другие члены группы издательского проекта «Тамбовская губерния. Надреволюционных открытках». Александр Климков, Андрей и Татьяна Гнатюк. Гости рассказали о проекте, в рамках которого Марина Климкова и издала книгу в качестве приложения. Поскольку мы занимаемся дореволюционными открытками Тамбовской губернии, издаем вот у нас такая серия книг, то мы побывали в Сарове первый раз в 2018 году. И у нас возникла такая идея все-таки издать Саров отдельным томом. Также возникла идея сделать в качестве приложения. Почему? Потому что невозможно Саров отделить от Дивеева. А Дивеева не входила в Тамбовскую губернию. На встрече Марина Александровна рассказала о работе с архивными документами. Познакомила гостей с интересными фактами, находками и открытиями. Рассказала о рукописях иеромонаха Иакова, который был письмоводителем Саровской пустыни, заведовал библиотекой и архивом. Члены проекта «Тамбовская губерния» на дореволюционных открытках рассказали саровчанам и о других своих изданиях. Некоторые из них они подарили присутствующим. Кульминацией вечера стала передача музею Саровской пустыни фотокопий уникальных архивных документов, с которыми работала Марина Климкова, и многие из которых не изданы и не исследованы. Копии в дальнейшем используют при оформлении музея. С таким недовольством рассказывает о сносе своего гаража Юрий Савосин. По его словам, в июле 22-го года постройку снесли незаконно. Сделали это представители ДЭПа. На Озерной-2 находились дом и сарай. Их снос полностью узаконен, соглашается Юрий. А гараж просто разбомбили в придачу. Хотя никаких постановлений на этот счет собственнику не предъявили. «Написал претензию и в ДЭП, и в администрацию. Оттуда получил очередные отписки. Мы ничего не знаем. Ну и я нанял адвоката. Адвокат мне составил иск, подал в суд. В суде мне было отказано из-за необоснованности претензий. После этого я пошел к прокурору, написал туда обращение. После этого завели уголовное дело». Ну и дело быстро закрыли. Написали владельцу, что гараж снесли по причине разбоя. В письме сообщили, что Юрию нанесли телесные повреждения. Хотя мужчина за все время ни разу не пострадал от рук злодеев. «Я писал, прошу виновника найти, кто снес мой гараж. А мне не пишут совсем про другое. Здесь вот, уже совсем писанина другая написана. Откуда телесные повреждения взялись? Я ищу найти виновника, кто снес. Я даже больше провел расследование, чем у этой полиции. Они ничего не искали, никому претензий не предъявляли». Уже два года Юрий Савосин борется за то, чтобы ему компенсировали стоимость снесенного имущества. Но пока безрезультатно. В администрации города нам сообщили, что гаража на момент сноса дома и сарая на обозначенной территории не было. 7 июня 2022 года Департамент городского хозяйства заключил муниципальный контракт СДЭП на выполнение работ по благоустройству территории. В контракте были предусмотрены работы по сносу заброшенного дома по улице Озерной. Специалисты ДГХ выезжали на место, чтобы оценить объем работы, дать подрядчику конкретное задание. «На территории был сгоревший, брошенный дом, ну и там какие-то сраюшки деревянные. Никаких кирпичных гаражей, каких-то других строений на территории, прилегающих к этому дому, мы как бы не видели, не зафиксировали. Поэтому подрядчику было строго указано, что нужно снести дом деревянный и вот эти сараи. Ну, что он в конце концов и выполнил». Савосин Юрий Алексеевич обратился в суд с иском о признании действий на УДЭП незаконными. Суд рассмотрел исковое заявление и иск не удовлетворил. «Мы продолжим разбираться в истории гаража, который то ли был, то ли нет. Мы отправили запрос в ДЭП, чтобы уточнить, какие именно строения они снесли на Озерной-2». На прошлой неделе в полицию обратилась Саровчанка, сын которой украл ее кредитную карту и снял 40 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». По этой же статье будут привлекать воришку, который угнал из подъезда дома на Куйбышева велосипед. «Стоимость велосипеда оценивается в 15 тысяч рублей. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра. Даже если вы отлучаетесь на несколько минут, ваш велосипед должен быть пристегнут либо замком, либо прочими удерживающими устройствами». При этом все быстросъемные детали нужно тоже забирать с собой. Если ваш велосипед украли, сразу звоните в полицию, запишите время кражи, осмотрите место, в том числе на наличие видеокамер. Визит в кафе закончился для саровчанина происшествием. «С 6 апреля зарегистрировано сообщение от медсестры приемного покоя КБ-50 о том, что к ним с телесными повреждениями обратился гражданин 2002 года рождения. Со слов, телесные повреждения были получены в кафе. Диагноз, поставленный в КБ-50 – перелом костей носа без смещения и ушибы мягких тканей. По данному факту проводится проверка». В этом же кафе неизвестный распылил перцовый баллончик другому посетителю в лицо. На прошлой неделе сотрудники ГИБДД зафиксировали одно ДТП с пострадавшим. Им стал 14-летний подросток, который переходил дорогу у дома 12 по улице Академика Харитона. «Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода 2010 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, но при этом не спешился с самоката без электродвигателя. Пешеход получил телесные повреждения, после осмотра врачом был отпущен домой». Госавтоинспекторы напоминают, что необходимо спешиваться с велосипедов и самокатов при переходе через дорогу. Соблюдайте правила дорожного движения, не подвергайте опасности себя и водителей. Сарова исполняется 75 лет со дня присвоения статуса город. По этому поводу, естественно, организуется праздничный концерт. Администрация решила узнать у горожан, кого бы они хотели услышать на этом концерте. Каких музыкальных исполнителей ждут саровчане, пойдемте узнаем. «Один год, как произвел хор имени турецкого, хор исполнитель, я бы еще раз выпустил». «Ну, конечно, любые. Вот. Потом, значит, забыла». «Ну, кстати, любые достаточно популярный ответ. Вот в соцсетях проводят опросы тоже. Шамана ждут любые». «Шамана, да. Он очень такой. Ну, золотое кольцо бы вообще надо, вот такие вот. Ну, а молодежь, если кого хочет, это шаница». «Я хожу, что привозят. А таких особых у меня, как, припиши, пожеланий нет?» «Да что-то я даже из современных не знаю никого. Да, чтобы прям зачетно было». «Да я как-то и не хожу. Вот. Ну, вот мне нравится этот Шаман, как поет. Потом еще нравится вот этот Басков». «Кого-нибудь из них с радостью бы послушали, да?» «Да, с радостью». «Шаман, наверное, сюда к нам не приедет, наверное. А может, он и приедет. Но хотелось бы. Он все-таки патриотические песни поет. И голос у него великолепный. Ну, Газманов у нас уже был. Тоже был. Ласков, наверное. Те, которые патриотически настроены». «Я человек не сильно музыкальный, но мне нравится раритет типа группы зверей. И мне на Асте еще нравится. Но это чисто мое предпочтение. Для города я не знаю». В Саровском медицинском колледже можно обучиться на направлениях «сестринское дело» и «лечебное дело». В этом году по специальности «сестринское дело» 75 бюджетных мест. Пойти учиться можно на базе 9-го или 11-го класса. На специальности «лечебное дело» можно поступить только после полного среднего образования. Обучение ведется не только в медколледже. С прошлого года у учреждения появилась еще одна база – Приволжский окружной медицинский центр. «Практика студентов проходит на территории клинической больницы. В клинической больнице 50 ФМБА России и на базе Приволжского окружного медицинского центра. Все эти медицинские организации, учреждения здравоохранения ФМБА России. Мы активно с ними сотрудничаем. С клинической больницей за всю историю, более 60-летнюю историю мы дружим. Многие наши выпускники, что лукавить, большинство наших выпускников и сестер, и некоторые врачи – это сотрудники клинической больницы 50». Некоторые сотрудники КБ-50 и Приволжского медицинского центра преподают в Саровском колледже. Кроме насыщенной учебы и практики, у ребят активная студенческая жизнь. Они участвуют в городских и областных мероприятиях, конкурсах, спартакиадах, волонтерском движении. «Синогородние студенты, которые к нам поступают, они могут быть обеспечены общежитием. Городское общежитие идет навстречу и выделяет места для всех нуждающихся. Наши студенты получают стипендию, стипендию бюджетную и, кроме этого, могут, особо отличившиеся студенты, получать стипендию правительства Российской Федерации, президента Российской Федерации, ну и ЗАГС Собрания Нижегородской области». На дне открытых дверей в Саровском медицинском колледже гости познакомились с образовательным пространством учреждения, узнали об особенностях поступления и обучения, осмотрели учебные кабинеты, побывали на мастер-классе от студентов колледжа. Приемная кампания в медколледже стартует 17 июня. Подробную информацию можно узнать по контактным телефонам или на сайте учреждения. Акция «Пасхальные дни милосердия» началась с подготовительного этапа – сбора средств. Благотворительные пожертвования собирают в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Волонтеры Центра «Радость моя» будут стоять на точках 12, 13, 19 и 20 апреля. На собранные средства приобретут пасхальные подарки для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Оставшиеся деньги пойдут на адресную помощь нуждающимся семьям и детям-сиротам в детских домах. Остатки от этих средств у нас идут на адресную помощь семьям, если остается, если мы побольше собираем. То есть мы помогаем на лекарства, на какие-то такие экстренные моменты, бывают поездки к врачам. Мы из этих средств тоже пользуемся для того, чтобы поехать в детские дома. Хотя, конечно, перед поездкой в детский дом мы дополнительно объявляем, мы сборим, но люди многое приносят. Но, тем не менее, мы пользуемся этими средствами. Также остатки средств идут на продуктовую помощь пожилым людям в рамках проекта «Десница помощи», а также ветеранам, которые состоят на учете Управления социальной защиты населения. В пасхальные дни волонтеры организовывают общий праздник для подопечных и домашние поздравления для тех детей, у которых серьезные ограничения по здоровью. В программу поздравлений входят творческие мастер-классы, пасхальные игры, вручение подарка. Также добровольцы центра «Радость моя» запустили новый проект «Принимай гостей». Поход в гости, в семью, на день рождения или, например, День Ангела. День рождения празднуют все, а День Ангела знают мало. Но вот хотим рассказать тем семьям, которым интересно, что как поздравить можно своего ребенка с Днем Ангела, что можно тоже в гости прийти в это время. У нас уже начинают появляться партнеры в этом проекте. У нас будут именные торты. Сейчас в списке для поздравлений порядка 160 семей. Если вы хотите, чтобы волонтеры поздравили и вашего ребенка с Пасхой, звоните по телефону 8 906 353 46 37. Если даже, например, ребенок очень маленький в семье, который еще не может воспринять, ну, приходит в гости и так далее, но в семье есть другие дети более старшего возраста, а вот родился ребеночек, у него какие-то ограничения по здоровью, и если семья хочет, чтобы мы включили их в свою программу, то можно. Если, например, ребенок один в семье, то где-то, наверное, с 4-х летнего возраста уже можно пригласить домой Деда Мороза, Снегурочку. Сделать пожертвование на пасхальный праздник для детей можно и с помощью QR-кода, который можно найти в группе центра «Радость моя» ВКонтакте, указав в назначении платежа кодовое слово «Пасха». Конкретика места, времени и персоны. Напротив – абстракция, свобода и поиск. Живопись и керамика гармонично соединились в выставке «Стремление» начинающих художниц Марии Егоровой и Софии Погодиной. Молодые авторы – уроженки Нижнего Новгорода, обе учились в Санкт-Петербурге. В экспозиции представлены картины Марии, навеянные путешествиями, учебой и знакомствами. Мария Егорова пишет Китай, ездила в Китай и смотрела там различные провинции Китая. Ездила на Байкал, смотрела вот эти безмолвия, какие-то ступы буддийские байкальских берегов. И все это у них в творчестве отображается. Мария Егорова рисовала свою сестру, своих однокурсников, каких-то своих друзей. Керамические вазы Софии Погодиной отражают поиск и многообразие новых форм. Предпочтение она отдает тем, которые могут собрать и разрушить силуэт. Для автора важно участие зрителя, когда экспонат в каждом взгляде обретает различные смыслы. Они бесформенны, даже отчасти как-то непонятно, что имелось в виду, но у каждого возникают свои ассоциации. Мы вот проводили эксперименты в музее, каждый говорил, на что похоже. И у каждого были свои какие-то ассоциации, причем они могли быть совершенно не связаны с конкретной формой, а скорее с настроением, которое несет эту форму, с каким-то впечатлением. В вазах и картинах авторы дают волю фантазии и умело отражают образы современного мира. Где-то ассоциации приводят нас к эпохе Возрождения, где-то к футуризму, где-то погружают в весеннее теплое настроение. Девушки по-своему осмысляют новое пространство, новое мир. Они только вышли, мы же выставку назвали «Стремление», и вот именно их устремленность в новую жизнь, когда они закончили, когда они начали преподавать, когда начали осваивать пространство, и выставки, и другие страны. Выставка будет интересна не только взрослым, но и подросткам, или учащимся художественной школы. Проникнуться пестрой контрастной атмосферой работ молодых художниц можно будет в городском музее лишь до 12 мая. Возрастное ограничение – 0+. Ежегодные мероприятия «Библиосумерки» в Пушкинке всегда проходят насыщенно и креативно. Вечер семейного отдыха проводят в рамках всероссийского события «Библионочь». В библиотеке интересно будет всем, как детям, так и родителям. Тема «Библиосумерек-2024» – конечно же, пушкинская. Сказка-ложь – давний намек. Все площадки так или иначе будут связаны с литературным наследием Александра Сергеевича. Для названия, для идей наших площадок мы выбрали строчки Пушкина. Мы оттолкнулись от его произведения, отступления к произведению Руслана Людмила, который знают абсолютно все, наверное, от мала до велика. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над обитом. И вот идеи наших площадок подсказаны как раз этими строчками. Саровчан ждут разнообразные интерактивные программы, занимательные мастерилки и практикумы, уникум рисовалки и литературные краоки, лаборатория волшебных историй, сказочные бродилки. Гости смогут вспомнить известные сказки Пушкина, встретиться с их героями, окунуться в мир русских народных сказаний и легенд. А откроет Библию Сумерки в 17.30 спектакль погружения. Начнутся Библию Сумерки в 17.30 со спектакля погружения. Отправит сказка чудная всех в город Изумрудный. Это театрализованная программа с играми, с познавательной составляющей, которая наверняка будет интересно посмотреть всей семьей. В 19 часов состоится программа для взрослых. Концерт «Квартирник» Игоря Ивановича Оставненко. Музыкант исполнит песни под гитару. Также весь вечер в Пушкинке будет работать ярмарка города мастеров. Программа на самом деле обширная. Хотим просто пригласить всех, потому что все рассказать в анонсе достаточно сложно. Всех очень ждем. Библиотека в этот день продлит время своей работы. Вот с 17.30 до 20.30 у нас проходит именно Библию Сумерки в Пушкинке. Мероприятие состоится 19 апреля по адресу Герцена 13А, без возрастных ограничений. Возможно, до изобретения вечного двигателя в науке и технике еще далеко. Но такие точно есть среди людей. Это активисты, которым никогда не сидится на месте. Они готовы участвовать в десятках проектов, с радостью продерживают любую инициативу. А что дает им силы, чтобы всегда оставаться в тонусе и вдохновлять других? Об этом узнали слушатели на очередном занятии в школе «Лидер». Студенты Саровского физико-технического института НИАО «МИФИ» Ангелина Илюшкина и братья Иван и Глеб Ухабова-Богославские поделились со школьниками своим опытом и рассказали о своем участии во всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Оказалось, что к нам сюда приезжали и Никитин, и Лихачев, и обсуждалась тема развития Сирова. Иван и Глеб Ухабова-Богославские поделились впечатлениями от фестиваля. Молодых людей вдохновила работа волонтеров, которые стояли на различных зонах по 8 часов подряд, излучая оптимизм и дружелюбие. При этом сами Иван и Глеб – активисты с большим стажем. И поездка в Сириус стала наградой за их деятельность. Наверное, на данный момент в моей жизни – это все-таки участие во всемирном фестивале молодежи. Мероприятие крупное, всемирного масштаба. И в основе я его заслужил поездку туда все-таки своей активностью, своим портфолио. То есть мероприятия, в которых я был, в которых я кому-то помогал, участвовал. Поэтому да, на этот момент именно это фестиваль. Ангелина Илюшкина – боец педагогического студотряда. Летом работает вожатый, увлекается психологией и бережно относится к народным традициям своей малой родины – республики Мордовии. Своей жизни без множества мероприятий девушка уже не представляет. Моя активистская жизнь началась где-то с 7 класса, когда я сделала свой первый проект, конечно, под руководством моего преподавателя. Это был проект о красной книге. То есть я собирала растения очень редкие, исчезающие. И после этого я уже начала участвовать в более крупных проектах. Мероприятия фестиваля вызвали у участников множество эмоций и дали стимул для дальнейшей работы. Например, Иван Ухабов-Богославский подчеркнул, что раньше недооценивал свою роль в реализации идей, полностью полагаясь на наставников. Но сейчас уверен, пора брать личную ответственность за все свои начинания. После фестиваля я увидел масштаб того, какую значимость имеет именно твоя какая-то идея. Что до этого тебе помогали, а теперь тебе нужно все делать самому. В конце мероприятия муниципальный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Лидия Савишина поручила студентам благодарственные письма, отметив их активную жизненную позицию и ответственность. Следующее занятие в школе «Лидер» запланировано на 24 апреля. Выбрана тема. Яркая самопрезентация. Из эмоций, адреналин, азарт и радости, снаряжений, гидрокостюм, спасательный жилет и каска. На поляне у бассейна в выходные развернулся целый лагерь начинающих и опытных туристов. Участники из Сарова и других городов страны встретились здесь на 44-м чемпионате города по технике водного туризма. Сорнования начались у нас в 1980 году. Проводим каждый год практически. И вот за 44 года у нас была такая ситуация, когда мы три раза не смогли провести на нашем традиционном месте. Наше традиционное место – это на Кремешках. Там и пространство большое, и река получше. Но в этом году, сами знаете, какое у нас положение с водой, у нас введены потопы. Наше место просто затопило. И вот мы два дня искали место, где нам привести сорнования. Вот остановились вот на этой поляне. Трасса состоит из ворот, в которые нужно пройти, не задевая вешки. Зеленые по течению, красные против. Залог победы, скорость и наименьшее количество штрафных баллов. Участников разделили на пары – мужские и смешанные. Наталья и Андрей приехали на соревнования из Нижнего Новгорода и поселка Мелехова Владимирской области. Водным туризмом они занимаются с юношества. Походы регулярные по разным уголкам России. И с года в год туристы встречаются вместе, поодиночке и целыми семьями. Практически всех участников знаем. И знаем очень давно. К нам ребята очень много лет приезжают на фестиваль на пьяне. Тоже с катамаранами, каяками. Ну, соответственно, там мы все и подружились, все регионы и города. Как бы давно знаем ваших ребят. Очень хорошо выступают. Везде катаются, молодцы. Но к вам попасть очень тяжело. Поэтому, в общем, в том году сказали нам нельзя. А в этом году позвонили и сказали, что мы можем приехать. Ну, как бы соревнования проходят в Туле. Но тульские соревнования мы откинули и поехали к вам. По словам участников, трасса хорошая, со своими особенностями. В прохождении важно синхронизироваться с партнером. Тогда заплыв пройдет налегке и с юмором. Каждый знает, что может другой. Каждый рассчитывает. Главное – бить. Каски для чего? Чтобы кислом бить, когда что-то ошибается. С года в год соревнования проходят в теплой дружеской атмосфере, где опытные спортсмены делятся своими навыками с новичками. Чемпионат дает отличную тренировку перед серьезными походами. Когда мы ходим в пороги, сами понимаете, это очень опасно. И поэтому, чтобы люди соображали, что куда делать. Вот здесь мы уже даже новичков обучаем, чтобы ребята, кто хочет эти большие пороги, большие серьезные реки, они должны хотя бы знать, как весло поставить, как повернуть судно, чтобы не перевернуться, чтобы даже не погибнуть. Соревнования по технике водного туризма проходили в два дня. В первом участники сплавлялись на каяках и байдарках, во втором – на катамаранах. За время чемпионата все прошли проверку на прочность. Соревнования по настольному теннису в клубе здоровья Центра внешкольной работы стали традиционными. В этот раз спортсмены сражались в парном турнире в нескольких категориях. Юноши и девушки 2009 года рождения и моложе. Мужские и смешанные пары. Всего в турнире сыграли 11 парных команд. Турнир собрал как юных, так и взрослых любителей настольного тенниса. Многое такое введение в этот парный турнир. Старший играет с младшим. То есть старший спортсмен, взрослый спортсмен играет с более младшим ребенком, спортсменом. Так, наставнически. То есть старший наставляет, помогает, объясняет, учит. И очень интересно, потому что учились соревнования между старшим и младшим возрастом. Парный турнир по настольному теннису проходит один раз в год. Спортсмены играют в команде из двух человек. Игроки поочередно отбивают мяч. Чтобы показать результат, каждый в паре должен держать внимание, выкладываться в полную силу, не ошибаться. Поддержка и сплоченность также очень важны для победы. Мы участвовали в юношеском парном турнире, заняли второе место. Мне все очень понравилось. Сложно было? Да. А что было сложно? Психологически было сложно бороться с соперниками. Иногда было тяжело принимать поражение. Соперники были сильные и подачи иногда не доходили до кресла. Это дает огромные опыты. Мы начинаем лучше играть, более наиболее стремимся. И на больших соревнованиях международного класса мы уже докажем, кстати, у него результат. Учебный год подходит к концу. Поэтому городские соревнования – некий предварительный итог тренировочного процесса. Юные теннисисты активно участвуют в выездных соревнованиях. Недавно вернулись со всероссийского турнира «Надежда России». На работу в течение года. Вот посмотреть результат. Каждый спортсмен должен увидеть результат своей работы. Но лето мы все равно будем тренироваться. У нас будут летние дачи, где ребята будут ходить на тренировки. Мы будем заниматься общей физической подготовкой на улице. А потом здесь в зале отрабатывать технику, играть на счет. И думаю, что у нас тоже будет выезд на соревнования летом. Впереди у теннисистов – городские соревнования «Кубок Победы» среди детей и взрослых. А в мае – открытое первенство Мордовии в городе Саранске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова